МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более 20 лет основы советской фронтовой авиации составляли именно эти машины. По своей надежности, летным характеристикам и боевой эффективности истребители-бомбардировщики Павла Сухого долгое время не имели себе равных. Су-7Б и Су-17 в фильме «Оружие». В начале 60-х годов на вооружение советских военно-воздушных сил стал поступать истребитель-бомбардировщик Су-7В. Работая над этой машиной, генеральный конструктор Павел Сухой отчетливо представлял, военная авиация, как никакой другой вид техники, подвержена быстрому моральному старению. Поэтому новый самолет должен быть не только боевым средством сегодняшнего дня, но и базой для непрерывной модернизации. Жизнь подтвердила это предвидение. «Семерка» послужила родоначальником целого семейства сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков. Одной из первых модификаций Су-7Б стал самолет, который мог садиться на грунт. Как известно, бетонированные аэродромы — это огромные дорогостоящие инженерные сооружения. Их количество ограничено. В случае войны такой аэродром является очень заманчивой целью для авиации противника. Если разбомбить взлетно-посадочную полосу, то десятки самолетов будут заблокированы на земле. Обычный полевой аэродром без покрытия для тяжелых сверхзвуковых машин и вовсе не пригоден. Павел Сухой понимал серьезность проблемы, которая требовала немедленного решения. Он говорил своим соратникам, нужно сделать так, чтобы самолету в критических ситуациях мог подойти любой аэродром. Он может взлететь в бетонированные дорожки, но вовсе не исключено, что садиться ему придется на грунт любой плотности. Значит, шасси должно быть универсальным. Возникла идея оснастить «семерку» смешанным колесно-лыжным шасси. На передней опоре разместили колесо увеличенного диаметра, а на основных опорах дополнительные титановые лыжи. При взлете с бетонки лыжи не работали, а при посадке на мягкий грунт брали на себя часть нагрузки, не давая колесам проваливаться. Самолет в таким шасси успешно прошел государственные испытания и в 1965 году пошел в серийное производство под индексом Су-7БКЛ – колесно-лыжный. В эксплуатации этот истребитель-бомбардировщик показал себя с самой лучшей стороны. Он не боялся ни грязи, ни слякоти. Мог взлететь и успешно приземлиться даже там, где застревал наземный транспорт. Подняться в воздух ему помогали стартовые ракетные ускорители. Все самолеты Павла Сухого отличались великолепными аэродинамическими характеристиками. Однажды при возвращении Су-7Б на базу пилот обнаружил, что машина не реагирует на действия ручки управления. По команде руководителя полетов летчик благополучно катапультировался. Самолет без пилота в кабине также успешно приземлился, не получив никаких повреждений. Су-7Б выпускался с 1961 по 1972 годы. Всего было построено 1847 самолетов этого типа в нескольких модификациях. Существовал двухместный учебно-боевой вариант «семерки», так называемая «Спарк». Она подняла в небо не одну тысячу будущих пилотов фронтовой авиации. Долгое время «семерки» был главным ударным комплексом советской фронтовой авиации. Он стоял на вооружении 25 истребительно-бомбардировочных полков. Самолет был надежным, неприхотливым и простым в обслуживании. «Семерки» широко поставлялись на экспорты. Их получали военно-воздушные силы союзников СССР по Варшавскому договору, страны Ближнего Востока и Индия. Казалось, за годы непрерывной модернизации все возможности Су-7Б исчерпаны. Однако история хорошо известной машины получила продолжение. «Семерка» неожиданно обрела вторую молодость. 9 июля 1967 года на аэродроме Домодедова состоялся большой воздушный парад. Наряду с серийными боевыми самолетами были показаны и прототипы новейших машин. Среди них выделялся одноместный истребитель-бомбардировщик КБ Сухого Су-17. Он создавался на базе Су-7Б. Главным отличием от предыдущей модели было крыло изменяемой стреловидности. Почему возникла идея создать самолет с изменяемой в полете стреловидностью или, как еще говорят, с изменяемой геометрией крыла? Дело в том, что различные полетные режимы предъявляют крылу противоположные требования. Для полета на больших скоростях нужны крылья большой стреловидности. А для взлета, посадки и полета на большую дальность стреловидность крыла нужна минимальная. Разработкой первого в Советском Союзе самолета с изменяемой геометрией крыла руководил соратник Павла Сухого Николай Зырин. Зырин Николай Григорьевич. Конструктор авиационной техники. Герой социалистического труда. Лауреат Ленинской и Государственной премии. Годы жизни. 1909-1992. Родился в рабочей семье. Окончил Московский авиационный институт. Работал в конструкторских коллективах Поликарпова, Петлякова, Месищева. С 1959 года главный конструктор КБ Сухого. Разработчики сделали поворотным не все крыло, а только часть его консоли. Стреловидность менялась от 30 до 63 градусов. Из-за этого пришлось пересматривать конструкцию центроплана. Помещать в нем механическую систему управления геометрией крыла вместе с поворотными шарнирами. Масса машины возросла на 400 килограммов. Но выгоды от использования на Су-7 крыла с изменяемой геометрией оказались огромными. Крыло это изменялось в зависимости от выполняемого задания. Если это взлетно-посадочное положение, значит крыло выходило вперед. Если боевые режимы, значит крыло 45 градусов. И сверхзвук, это угол стреловидности, изменялся до максимального. В целом, процесс переделки Су-7 в Су-17 прошел быстро и безболезненно. Технические решения отличались изяществом и простотой. В 1970 году самолет успешно прошел государственные испытания. Тогда же начался его серийный выпуск на заводе в Комсомольске на Амуре. Су-17. Истребитель-бомбардировщик. Длина 18,9 метра. Размах крыльев при минимальной стреловидности 13,7 метра. Максимальная взлетная масса 16 280 килограммов. Силовая установка. Турбореактивный двигатель АЛ-7Ф1-250 с тягой 9600 килограммов. Максимальная скорость 2230 километров в час. Практический потолок 16500 метров. Практическая дальность 2300 километров. Вооружение. Две пушки калибра 30 миллиметров. Боевая нагрузка. 3000 килограммов на семи узлах подвески. Пушечные контейнеры, управляемые и неуправляемые ракеты, авиабомбы. Летчики строевых частей высоко оценили боевые и пилотажные характеристики нового самолета. Машина обладала хорошей устойчивостью и управляемостью. Уверенно вела себя во всех режимах полета. В пилотизмном отношении я его сравнил с МиГ-17 еще. То есть маневрирование было изумительное. Перегрузку выдерживал восьмерку без всяких ограничений. То есть возможности этого колетчика способствовали. Он был отличный. С 1972 года начался выпуск модернизированного варианта Су-17М. Конструкторы установили на машину новый двигатель архиполюльки АЛ-21Ф. Его тяга на полном форсаже достигала 11200 килограммов. То есть стала на 20% выше. При этом вес и габариты новой силовой установки были значительно меньшими. Это позволило увеличить дальность полета и вес боевой нагрузки. Самолет нес уже 4 тонны ракет и бомб на подвесках. Однако конструкторы на этом не остановились. Шагая в ногу со временем, они буквально каждый год предлагали советским военно-воздушным силам все новые и новые варианты. Су-17М2, Су-17М3, Су-17М4. Вооружение было очень мощно. На нем стояло. На нем стояли пушки устроенные, ракеты С-5, С-8, С-24. Это неуправляемые. И он же еще мог нести управляемые ракеты. В дальнейшем модификации самолета уже ставили новые виды вооружения, ставили управляемые ракеты и по командному, и по лазерному наведению, радиоэлектронному наведению. То есть соответствуют характеристики очень хорошо. Последняя модификация его, Су-17М4 была. Тот стоял прицельный комплекс на нем, который позволял выполнять полеты на малых высотах с огибанием рельефа местности и выводить на цель в автономном режиме точно на цельном месте. Для обучения пилотов различным способом боевого применения конструкторы КБ Сухого создали двухместный учебно-боевой вариант Су-17. За 20 лет были разработаны и внедрены в серию 15 модификаций самолета. Всего за это время было построено 2867 истребителей-бомбардировщиков семейства Су-17. Они стали самыми массовыми машинами этого класса в Советском Союзе. Семнадцатые широко поставлялись на экспорт. Военно-воздушные силы 15 государств получили 1165 самолетов. Многие из них несут службу и сегодня. Су-17 принимали участие в различных вооруженных конфликтах и региональных войнах. Самым суровым испытанием для них явилась война в Афганистане, где они зарекомендовали себя эффективными и живучими машинами. В условиях высоких температур и горно-пустынной местности, несмотря на боевые повреждения, не вызывала нареканий работа двигателя. Для повышения боевой живучести самолета конструкторами были выполнены доработки, бронированы топливные баки и установлены дополнительные блоки выброса тепловых ловушек. По надежности, истребители-бомбардировщики Сухого в Афганистане опережали и штурмовики, и боевые вертолеты. Семнадцатые широко поставлялись на экспорт. Военно-воздушные силы 15 государств получили 1165 машин. Многие из них несут службу и сегодня. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok